Всем привет! Меня зовут Юлиана Платонова, я веду растяжку для единоборств. И сегодня мы будем проводить тест гибкости на Юлии Борисовой. Это боец смешанных единоборств, который выступает сейчас в Гран-при Fight Nights. Мы сейчас проведем тест на гибкость плечевого пояса. Для этого нам нужна резинка. Берем ее в ручки, вытягиваем вверх. Делаем, в общем, лук и пытаемся провести ручку, левую ручку, которая у нас стоит, как максимально близко к уху. Назад. Да. То есть правой ручкой мы контролируем. И проводим назад. Да. Скручиваем плечевом поясе в суставчиках. Туда. Давай, давай, давай. Назад, 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 назад. Да. И измеряем суставную гибкость за счет длины между кистями. Если есть возможность, беремся чуть-чуть еще поближе. Да. Переставим себя на парочку сантиметров. И делаем несколько разворотов назад. Почему нельзя делать прямо руки, а именно нужно сделать лук обязательно? Потому что идет резкое сокращение. Вот оно раз и два, оно прямо туда проходит. А это плавное сокращение. И плюс мы еще контролируем это сокращение своей ручкой второй. Левой или правой, как мы делаем. Например, мы делаем шесть на одну сторону. Да, контролируем сейчас левой ручкой. Назад произвольно обязательно возвращаемся. Да. То есть раз сделали, назад произвольно вернулись. Два назад произвольно вернулись. И на другую, например, ручку также шесть. Да. Вот здесь у нас идет такой переломный момент, когда скручивается в плече суставчик. Но он скручивается мягко за счет того, что мы одну ручку отводим в сторону. А если делать неправильно, например, вот вытянем две ручки и назад прокручиваем, да, то скручивается у нас в одном и втором плече. Здесь просто идет резкое такое натяжение, за счет чего можно дорвать себе связки. Поэтому так лучше не делать. Если очень большое расстояние между ухом и рукой, и плюс еще сгибается локоть, то есть нам очень тяжело согнуть, то это, конечно, плохо. Значит, очень плохая подвижность сустава. А если ручка проходит максимально близко к уху, то это, то есть, хорошая подвижность суставов. Надо стараться выводить ее сюда. И за счет чего? За счет того, что мы контролим вот этой рукой. Далее гибкость позвоночного столба. Выпрямляем ножки. Носочки натягиваем на себя, за счет чего мы натягиваем коленочки наши, чтобы они не согнулись. И делаем наклончики вперед. Это мы проверяем за счет угла, амплитуды угла, насколько у нас выходят ладошки вперед за носки. Здесь можно измерить линеечкой или просто можно измерить ладошками. Если полностью ладошка выходит за носочки, значит гибкость хорошая. То она нам позволяет в дальнейшем схватиться за носки и пружинить локтями вниз. За счет чего мы еще растягиваем, достаем грудью до коленок, подбородок вверх. Да. И раскачиваем туда кор. Если мы тянемся и не достаем даже пальцами до носочек, то это очень плохая гибкость. Именно не в подколенных сухожилиях, а в позвоночном столбе. То есть человек начинает вот так уходить, да, сгибаться в себя и пытаться дотянуться. То есть нам не позволяет позвоночник. А Юля позволяет позвоночник. Вот попробуем на вниз. Еще раз вперед. Да. И вот она вытягивается. За счет чего даже я могу на нее еще лечь и потянуть ее туда. Вот. Это неправильная позиция. То есть голова опущена вниз, позвоночник вытягивается вверх, не дает нам прогнуться. Также можно проверить гибкость в поясничном отделе за счет такого упражнения «Мостик». Мы проверяем гибкость за счет того, от пальчиков до пяток, сколько сантиметров у нас. Если превышает больше 50 сантиметров, здесь, например, 50 сантиметров. Это стандартно, это хорошо. Если мы становимся на локте, и у нас расстояние превышает больше 50 сантиметров, то есть 60 или 70, то значит подвижность позвоночного столба плохая. И надо ее развивать определенными упражнениями. Позже расскажу, какими. Далее переходим к проверке подвижности тазобедренного сустава. Как мы его проверяем? Кладем ручки на пол, разъезжаемся в ножках максимально. Стоим на пяточках обязательно. На пяточках, на пяточках. Да. Вес у нас на ручках. Здесь мы прогибаемся спинки, поднимаем подбородочек. Если нам из этого положения мы еще можем делать скруты с прямыми коленками в одну сторону и в другую, то значит подвижность тазобедренного сустава хорошая. Если скруты идут с трудом или не получается, значит нужно разминать тазобедренный сустав. Переходим к тестированию коленных суставов. Юле нужно взять себе за голову и присесть до конца. Если человек присаживается полностью до конца и соединяет икру с задней поверхностью бедра, то у него хорошая подвижность в коленных суставах. А если он не присаживается до конца, то значит подвижность в коленных суставах плохая. Она не дает нам дальнейшей амплитуды до пола. Подвижность в голеностопных суставах. Как мы проверяем? Мы становимся в позу собачку. В йоге есть такая поза, ручки на пол, вперед, на носочки встаем, пяточки отрываем. Начинаем раскачивать корпус вовнутрь, ставить пятки на землю. Да, это у нас получается. Потом переносим носочки, встаем. И вот здесь очень важно, если мы встаем на пальцы, то значит нам не позволяет подвижность голеностопства. Нам нужно вставать на подъем. Сейчас мы разберем чуть-чуть. Садись на коленки сначала. И пробуем вставать на подъем. Вот это хорошая подвижность. И попробую еще больше встать. И то есть я смотрю, вот так вот я встаю, и туда корпусом еще ухожу. Есть такая темпа. Вот, это хорошая подвижность голеностопных суставов. А если человек встает и переходит сразу на пальцы, то есть ему не дает ни подъем, ни голеностоп вытянуться, значит это плохая. Так делать нельзя. Здесь угол смещается 90 градусов. Значит подвижность в голеностопах очень плохая. А здесь угол у нас ровненький. Здесь подвижность в голеностопах хорошая. Также можно проверить подвижность в голеностопных суставах, если человек спокойно может сидеть тазом на пяточках. И при этом сделать наклон вперед, не оторвав таз от пяточек. Если отрывается таз от пяток, значит подвижность в голеностопах очень плохая. В целом у Юли Борисовой очень хорошая подвижность в суставах и хорошая гибкость. Наверное, за счет того, что она занимается единоборствами, борьбой, очень долгий промежуток времени в своей жизни. Теперь я вам расскажу, какие нужно делать упражнения, чтобы как-то развить свою подвижность в суставах. Упражнение для плечевых суставов. Для этого нам нужно поставить ножки 90 градусов, чтобы стояли. Ручки обязательно треугольничком. То есть ладошка на ладошку. Ручки должны быть выше нашей головы. Мы сейчас опускаем вниз корпус, подбородочек прижат к груди. Опускаем вниз корпус и раскачиваемся таким образом, именно тянемся носиком к полу. Ни в коем случае не надо толкаться в стену. Надо именно толкать вниз корпус и раскачивать его туда. Прогибаемся в поясничке и, соответственно, затягиваем лопатки. То есть соединяем лопатки. То есть у меня должен палец свестись. За счет этого делаем такие покачивания. Раз туда, два, только вниз. Три, четыре, вниз, пять, шесть, семь и восемь. Ну, лопатки мы типа визуально соединяем, понятно. То есть они просто туда уходим, перекатываемся. Дополнительное упражнение на плечевые суставы можно делать с резинкой. Если нет рядом помощника, которого может помочь специалист, то берем резиночку, делаем лук. Упражнение лук называется. Заводим левой ручкой, мы контролируем правую руку. Здесь нужно провести правую ручку как можно ближе к уху. И завести назад. Да, и заводи назад. Делаем таких шесть раз на одну ручку. Назад произвольно возвращаем резинку. Что нужно знать в этом упражнении? Обязательно не разворачиваемся корпусом к руке, которая у нас уходит назад. Стоим всегда фронтально. Фронтально пытаемся провести ручку назад. Шесть раз на одну ручку, шесть раз на другую ручку. Назад произвольно возвращаем. То есть сгибаем в локтях и прям чух-чух. Если суставная гибкость позволяет, мы можем каждый раз приближать, усиливать себе нагрузку. То есть делать скруты и прокручивать ближе. Упражнение на тазобедренный сустав. Это самое тяжелое статичное место в нашем организме и в наших суставах. Поэтому мы встаем сначала в лягушку. Угол 90 градусов. Мы разъезжаемся на коленочках максимально. Стопы очень важны, чтобы они у нас лежали именно на выворотной стороне. Потому что когда мы будем давить назад, мы будем упираться стопами, придерживать себя. Здесь обязательно прогнута поясничка. Начинаем раскачиваться от ладошек. Ладошки тоже, соответственно, всегда впереди нашего носа. То есть вот так стоять нельзя. Это неправильно. Обязательно ручки всегда должны впереди. Мы от них должны толкаться. Толкать себя назад. Здесь делаем выдох, сбрасываем вниз плечики, поясничку прогибаем и толкаем себя назад. Раскачиваемся. Делаем три раскачки и сразу же отсюда делаем скруты. Да, скрут. Назад давили. Берем амплитуду, скручиваемся. Здесь очень важно, чтобы мы не касались косточкой вот этой и полностью бедро не клали на пол. Только вот скрутились на коленочке мы раскручиваем. Назад давим для амплитуды. И сделали скрут. Назад давили. Опять скрут. Назад. И скрут. Назад. Сводим ножки. Дополнительное упражнение на тазобедренный сустав это барби. Стоим на пяточки, носки на себя. Подбородочек вверх. И начинаем. Спинка также всегда прогнута. Делаем скруты на одну сторону, на другую. Раскручиваем тазобедренный сустав. Это очень и полезно, потому что начинает поступать кислород в недосягаемые точки. Обязательно держим колени прямыми. Что нужно знать, это то, что коленочки прямые. И корпус никуда не уходит. Он у нас стоит прямо фронтально. И все. Раз. Скручивай. Два. Упражнение на поясницу. Чтобы нам как-то расшевелить позвоночный столб, мы делаем такое упражнение, называется коброчка. Мы выходим, ложимся. Таз максимально мы втягиваем в пол. То есть фиксируем. Ножки натянуты. Все. Плечи опущены. Начинаем себя раскачивать динамикой. То есть от ручек делаем такое отжимание и закидываем голову назад. И при этом не поднимаем таз туда. Закидываем. Два. Три. Таких восемь счетов. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И придерживаем постоянно таз у пола. Восемь. Хорошо. Кладем корпус. Отдыхаем. И обязательно после каждого раза кладем себе замочек на поясничку. И затягиваем плечики вниз. Обязательно затягиваемся. Подтягиваем коленочки, груди. Замочек на поясницу. Плечи сбрасываем. И отдыхаем. Это затяжка после каждого упражнения. Второе упражнение на позвоночный отдел. Ложимся на пол. На спинку. Ножки подтягиваем к себе. Берем себя практически под лопаточки. Ближе к лопаткам. Ставим вес. Вес переносим на локти. Да. То есть здесь мы пытаемся сместить еще локти. Делаем выдох. Расслабляем. Скидываем таз вниз. А ножки выпрямляем. И в таком состоянии лежим 8 секунд. Потом аккуратненько подтягиваем к себе ножки. Кладем с круглой спиной. Кладем корпус на пол аккуратно. Подтягиваем к себе ручки. Встаем. И также затягиваем поясничку назад. То есть вытягиваемся назад максимально. Вытягиваем и дельту заднюю, и с поясничку. Соответственно, сделаем 3 вдоха. Вдох и выдох. Дальше упражнение на разминку коленных суставов. Встаем чуть пошире. Практически на плие разворачиваем ножки. То есть в сторонку. Переносим вес на локти. То есть на бедра. Держим себя на бедрах. Мало того, что мы затрагиваем и внутреннюю связку. Мы стараемся разводить постоянно колени в стороны. Да. Толкая локтями в стороны. Здесь мы делаем такие амплитудные движения. Колени вовнутрь, колени в стороны. Колени вовнутрь, колени в стороны. Можешь поставить ручки на коленочки. Еще одно упражнение на коленный сустав. Садимся в складочку. Ножки впереди, носочки натянуты от себя. Сейчас мы подтягиваем к себе одну ножку. Кладем ее на бедро. То есть голеностоп кладем на бедро. И подтягиваем таким реверсивным движением голеностоп к себе. Коленочку вниз. Реверсивным движением раскачиваем. Здесь именно идет натяжение на коленные суставчики. Еще может также затрагиваться и голеностопный сустав, если он очень плохо размят. Далее голеностопные суставы. Как мы разминаем голеностопы? Для начала нам нужно вытянуть ножки вперед. И, конечно, раскрутить в одну сторону с прямыми натянутыми носочками. И в другую, вовнутреннюю. Также сделать 10 раз на себя носочки. На. И от. Размять их немножко. После чего мы подбираем к себе ножки, становимся на коленочки. Вытягиваем одну ножку назад. Вытягиваем ножку назад. Встаем на носочек. Максимально пытаемся... Нет, это все правильно лежит. Максимально пытаемся носочек вовнутрь завернуть, а пяткой достать до пола. И подтягиваем. Да. Не встаем. Только здесь, да, не встаем с коленки, просто подтягиваем назад. Раз. Два. Да, то есть покачиваем себя назад. Здесь натягивается и икра, конечно, тянется, и ахиллесово схожилие. На одну ножку, на другую. И второе упражнение. Позу собачки, да, кладем себе на носочки. И начинаем вот вставать немножко, переносить вес на ножки туда. Да. Здесь у нас подтягивается весь голеностоп. Выглядит красиво. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Blood & Sweat. Ставьте лайки и следите за новостями. И держите себя в форме и в тонусе. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...